Вот эти слова, которые сегодня во время встречи с Лукашенко озвучил Владимир Путин, стоит ли вообще как-либо на них реагировать, призонировать каким-то образом? Естественно, речь идет о дипломатическом срезе, потому что, ну, такое, знаете, человеческое, нормальное, людское возмущение, оно природно, и оно понятно. А вот когда об этом говорят на уровне дипломатическом, это вранье прямое, которое мы слышим от Путина, как с этим? Ну, смотрите, дело в том, что ведь, когда мы говорим о Лукашенко, подразумеваем Путина, говорим Путин, подразумеваем Лукашенко, да? То есть сам с собой мирно-тихо говорю, получается, да, вы об этом? Да, совершенно точно, это одно единое, да, это две головы одной горгоны, да, которые вещают, так сказать, вот этот бред просто, которые считают, что все цивилизованное общество и нормальные люди, которые имеют здравый смысл, могут верить каким-то нюансам, да? То мы хотели нападать, то мы хотели отступать, то мы еще что-то хотели, то мигранты непонятно как приехали, хотели атаковать Евросоюз с Ближнего Востока и так далее. Здесь, ну, можно перечислять кучу. Просто, понимаете, Лукашенко поставлен сейчас на растяжку такую Кремлем, да, где его просто используют, как хотят, как могут и будут использовать, да? И будут, конечно же, любым способом заставлять его все-таки попытаться открыть второй фронт, хотя он прекрасно понимает, если он откроет этот второй фронт, то это, ну, даже от Кремля ему приходит конец. Дело все в том, что я вот, понимаете, для меня очень сложный вот этот вот вариант после возможного вчерашнего применения вообще химического оружия, да, то есть когда эти два диктатора практически перешли все, потому что я их вдвоем ассоциирую с этими преступлениями, да, перешли вот эти красные вообще линии, применив наверняка, я так думаю, оружие массового поражения. Вот, то есть с этими людьми говорить вообще не о чем. И слушать то, что они говорят, тоже это просто, ну, просто травмировать свою нервную систему. Ну, хорошо, а в таком случае вот эти апелляции, знаете, мы слышали на прошлой неделе о том, что все-таки надо говорить, когда, например, Франк Вальцерстайнмайер оценивал перспективы какого-то диалога. Я не пытаюсь сейчас отбеливать абсолютно эту линию, да, этот подход, но, как думаете, появятся ли в публичном пространстве еще в дальнейшем какие-то апелляции к тому, что давайте попробуем поговорить там сперва с Зеленским, потом с Путиным или наоборот, я имею в виду последовательность, да, после того, что мы услышали, что, ну, слушайте, Буча, это все полный бред, этого не было, это все точно так же, как химическая атака в Мариуполе, это все неправда. Вот об этом сегодня он прямо сказал. Это сказал Лукашенко. Ну, так смотрите, ну, вот канцлер Австрии, да, который был в Киеве, встречался с президентом Зеленским, затем поехал в Москву. И вот какое впечатление было канцлера Австрии, что он ему рассказывает о тех преступлениях и о тех нюансах, которые он, канцлер Австрии, видел своими глазами, да, то есть знает и понимает, что это действительно преступления, совершенные российскими военными, на что ему Путин говорит, да нет, это все не так, да, вы знаете, это все фейки, это все неправда и так далее. То есть вы понимаете, как в голове людей европейского склада ума, да, там вот каких-то принципов демократии, прав человека, уважения и всего остального, да, вот слушать человека, который отрицает то, что человек своими глазами видел вот эти вот преступления. Я думаю, это очень низкий процент вот этого диалога, который бы привел к какому-то конструктивному решению. Это, ну, я не знаю, я просто, мне сложно даже это как-то оценить. Ну, смотрите, сегодня вот эти вот выдумки по поводу Бучи в России пробили очередное дно. Лукашенко заявил, что Буча, это уже не фейк, а это спецоперация, проведенная Британией. Это уже новая такая выдумка. Какого ответа можно ожидать от Британии? Потому что, ну, Борис Джонсон за словом в карман не лезет все-таки, не дипломатически. Ну, смотрите, они вот, вот эти нарративы Кремля, которые идут уже очень длительное время, кстати говоря, да, вот обвиняют, что везде во всей дестабилизации мировой виновата Британия, да, то, что происходит на Ближнем Востоке, виновата Британия. То, что происходит в Украине, виновата Британия. Сговор британских элит, сговор британских банковских систем. Ну, короче говоря, этот бред полный, который они несут уже там последних 10 лет, да, а я вам скажу, Британия – это государство, которое, ну, реально, да, пострадало от россиян, да, еще до того, как, ну, вот были какие-то активные большие там боевые действия и военные действия против Украины. Вы помните применение практически боевых средств радиоактивных, это когда отравили Литвиненко полониям, да, затем был применен газ-новичок во время ихней спецтак называемой операции против Скрипалей и так далее. То есть применение на территории Объединенного Королевства боевых отравляющих веществ – это уже был прямой акт агрессии. Однако, ну, действительно, Британия не могла никак более как чем жесткими какими-то заявлениями влиять, да. Вот. А то, что говорит Лукашенко по поводу, что это британцы, ну, это же, ну, это бред полный, естественно, что, я думаю, среагирует премьер-министр Великобритании на это обвинение. Я считаю, что вообще с Лукашенко пора, как говорится, решать вопрос западным элитам в плане полной изоляции Белоруссии. Конечно, ну, понятно, белорусский народ, конечно же, не виноват и так далее в том, что у них такой идиот у власти, извините за такое дипломатическое выражение. Но, во всяком случае, такие вещи говорить, он же, понимаете, почему он так говорит? Он же себя оправдывает, потому что один из главных виновников трагедии, которые произошли под Киевом, Буча, Ирпень, Бородянка, виновен Лукашенко. Потому что через его государственную границу прошли российские войска, через его государственную границу перелетели вертолеты и самолеты, которые наносили авиаудары и бомбардировки. Через его государственную границу заходили вот эти полудурки российские, которые уничтожали наше мирное население. Естественно, он сейчас будет говорить, что это британская спецоперация, потом это будет американская спецоперация, потом это будет, я не знаю, придумали спецоперацию, понимаете? Поэтому его просто надо изолировать, надо также его привязывать к Путину, как такой же военный преступник, как и Путин, как и все руководство Российской Федерации. А тут другого выхода нет. И слушать этот бред, это просто, я же говорю, это просто тратить свои нервные клетки на это. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok